Реклама Ном-нем. Так. Пассивки не буду делать. Гидрогены еще не... Так и не понял, где добывать несчастную воду. Поэтому... В топку. Собственно, мне пришлось потратить уйму времени, ребят, чтобы надыбать необходимые ресурсы и переделать свой кораблик. К сожалению, еще не все я доделал. Например, себе шмот так новый я пока еще и не скрафтил. Бегаю в том, что было. Там нужно куча-куча-куча ресурсов. Это надо еще добывать дополнительно, искать. Вот. Это проблематично. Проще получается, по сути, купить. Я нехило озолотился на несчастных барыгах, которые летали. Сейчас я вам покажу, почему. Для начала мы определимся с тем, куда мы пойдем. Это Левиафан? Нет. Левиафан. Пока не будем его трогать. Я вам, кстати, покажу свой новый кораблик. В принципе, он должен теперь выдержать битву с Левиафаном и прочими ребятками. Так. Кракен, да? Кракен, мамон, кракен. Он здесь летает. Так, у нас получается два внизу, да? Один вверху. Ну, блин, фиг с ним. Погнали, первого убьем. Я не знаю уже, как лучше поступить, потому что... Вроде как, по моим подсчетам, мой кораблик должен теперь оправдать свои ожидания и капиталовложения в него. Можно, кстати, по пути летать еще в этот город, посмотреть, что я не изучил в плане навыков. Благодаря новым навыкам, которые можно изучить за Денечку, конечно же, можно нифиговенько так летать. А, кстати, ребят, точно. Алмазный бур. Помните, мы добыли рецепт? Я его сделал. Ништяк вообще. Работает зверюга. Только, к сожалению, все остальное пока что старое. Включаю крюкошку. Ребята, вот оно. Вот оно, это наше детитко. Данный проект был, собственно, придуман бусинкой. А я уже дальше маленечко его модифицировал, да, в плане того, как это все взаимосвязать. Мне, если честно, напоминает рыбку, да, это хвост. Это вот голова. Это рот. Первоначально я хотел сделать его полноценной ракетой, но потом понял, что если где-то размещать боезапас, то это неудобно. Как-то вот так вот решил. Здесь у меня сундук с добром. Ему места здесь внутри не хватило. Значит, еще он состоится. Первоначально я сначала сделал его из небесного камня, клаудстоун. Летает он, конечно, за счет этого прям божественного. Более того, что он легкий, он ничего не весит, антигравитация. Но данный металл очень слаб. То есть он еще хуже получается, чем железо. Поэтому мне пришлось помучиться и найти адамантий. Из адамантий я сделал немножечко блоков. В основном это внешние блоки. И сделал такой вот, как бы, как это сказать, контур. Да, контур. Зовем это контуром брони. Полноценно, целиком из адамантии я не стал делать. Адамантия очень много весит. И чтобы корабль хоть как-то более-менее летал. Собственно, вот такое было принято мое решение. Еще что у нас тут есть такое ДК. Двери я не переделывал. Просто те же самые, снятые из какого-то корабля, которого мы грабили. Я захватил несколько новых пушек. Отказался от артиллерии. Поставил пулеметные расчеты. Слева и справа по две штучки, как минимум. Чтобы это было хоть как-то комфортно стрелять. Если даже нижний ряд мне расфигачит, то я вверх не могу стрелять. Двигатели я вынес, получается, в хвост. Они окружены броней. Не могу сказать, конечно, что это стопудовая броня. Такая, которая бы прям всего защищала. Но, похудо, бедно, что-то есть. Значит, горизонтальные винты у нас имеются. Сверху два и снизу пять. Которые создают весьма-таки хорошую тягу. Вертикальные винты у нас расположены вот в таких пропорциях. Так на шишечках я поставил внизу. Не стал дублировать. В принципе, этих достаточно, чтобы лево-вправо смещаться. Здесь у меня стоит баллон, который фильтрует воздух. Здесь люк железный. И фильтрующий баллон. Сделано это было специально на тот случай, когда мы попадем в нижние слои атмосферы. Там это очень будет актуально. Здесь не очень, но там все-таки... Это да. Так, сейчас, наверное, самый удобный вариант нам вот так вот сюда пролететь. Залететь в этот город. Найти, получается, учителей. Потом в верхний город попасть, найти тоже учителей. Доучить все навыки, на которые у нас, конечно, хватит денег. Да, и, собственно, дальше пойти к Левиафану на битву. Газ оставим, получается, мы на сладенькое. Так. Заметьте, как быстро и шустро летает корабль. Вы еще не видели, когда он был целиком из небесного камня. Он вообще разгонялся, как бешеный. Но, увы, был слишком слаб. Поэтому пришлось изменить концепцию нашего корабля. И отправиться в путешествие на чем-то более-менее спокойном. Ну, Адамантик, конечно, хороший сам по себе. Но если потолще сделать корабль именно толстой броней, то он вообще неубиваемый практически. Его очень долго месить. Ну, со временем, конечно, он тоже может сломаться. Пока что я решил такое, как бы, да, принял решение. Вулканический слиток, конечно, хорош. Особенно в жарких этих. Но, не знаю. Зеленый, который с химией взаимодействует. Он, получается, своего рода как самовосстанавливающийся. Если на него воздействует кислота. Но кислота у нас только с василисков, получается, идет. И в нижних слоях там есть некоторые места с газом, где, в принципе, тоже могли бы нам, как бы, помогать воскрешать популяцию. Единиц блоков. Ну, не знаю. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. Ну, по крайней мере, попробуем. Не знаю. В таком полноценном бою я его еще не юзал. Я просто, когда летел с вот этого города до сюда, как раз там, где его переделывал, ибо там были проще блоки. Забирать мне было просто летать там между ними. И как-то вот... В основном не бился, а просто пролетал мимо, ударился в поток воздуха, вот, который вот летают огненные. И они меня просто пробили все, вплоть до того, что дошли до двигателей. Двигатели рванули, вот, и было вообще жесть. Кстати, двигатели у меня вулканические стоят. Это самые хорошие двигатели. Они самые мощные вулканические, но самые опасные и нестабильные. В случае перегрева взрываются вообще не по-детски. Расфигачивают, считай, почти пол корабля сразу. Бум! И нету. Поэтому нужно быть осторожным и аккуратным с этими двигателями. Если биться, то биться передней частью корабля, задней только так отстреливаться. Потому что, например, с тем же самым крякином, если он мне пробурит двигателя, то все, считай. А я при этом приплыл. Ну, в рамках данного корабля, скорее, наверное, прилетел. Долетался. Если повезет, и боковые еще будут работать двигатели, то я могу там плюхнуться, да, и упасть куда-то. А если их разрушат, то все. Пиши, пропало. Его очень сильно вверх подбрасывает потоками воздуха, поэтому... Нужно посмотреть, что тут у нас все. В принципе, теперь можно вниз. О, полетели. О, на мать. Ребятки, вы что вообще прямо подо мной? Пугаете меня? О, полетели. Да, уже не сейчас. По-моему, не пулемет. Сороптики. Вот тут, да, что творят. Что такое? Мне что-то не нравится. Ну, что там? Стука патронов на них развел. Так, нежный пулеметный расчет. Решу, ребята. Зайду к ним погостить. Здрасте. Так, нужно восстановить то, что мы потеряли. Гады, а. Что творят? Хулиганы. Столько всего мне поломали. Козлы. Они же не думают, что я их так просто отпущу. Сейчас я починю вот это все. Ого. Вы где, уроды? Сдриснули. Похоже, решили скрыться. Подлецы. Или вниз пошли, скорее всего. Я, наверное, им подбил уже этот боковой вентилятор. Считать, тяга изменилась, и они вниз пошли. Уроды, а. Что ты там орешь? Иди сюда, набежь бармак. Офига себе он сквозь прошел. Ты его мощно зацепил, беднягу. Что его аж так задело сильно. Ладно, фиг с ним. Ушли так ушли. Жаль только потраченных патронов на них, и все. Остальное вообще ничего не жаль. Тик. Проверка, все ли на месте, все ли хорошо работает. Сейв. Вот был бы у меня весь корабль задоман, тем можно было бы просто их пробурить. Иду на таран, бабах. И все. И раздавил несчастных. Так. Благодаря, кстати, этому камню антигравитационному, несмотря на то, что у меня нижняя площадка винтов была полностью уничтожена, я оставался на лету. Вот. Был бы из адамантия целиком корабль, я бы уже пошел вниз. Верхние два винда бы не вытянули. Такую махину тяжелую. Поэтому это очень хороший камушек. Замечательно, что я его нашел. В больших количествах. Так. Полетели, полетели. Чуть-чуть выше возьмем на всякий пожарный. Так. Готово. Хм. Будьте осторожны. С винтами они рубят, всасывают и взрываются. Да. Так. Паркуемся. Запаркали, сейвимся и погнали на плейске приключений. Здорово, мужик. Там есть кто? Тайдер-то сделаю. Так, я здесь уже был, да? Но не факт, что я здесь был и видел барыг нужных мне. Так, ты просто, да, чем-то торгуешь? Ага. Тебе тоже чем-то торгуют. Здорово. Ты учитель? Да. Блин, ты больше меня не можешь поднять, чем есть. Отстой. Че, у тебя фигня какая-то. Чувак, фигней торгуешь. Торгуешь ты фигней. Там есть бы чуваки-барыги? Кто-то есть. Там кто-то есть. Ого, у нас спряталось. Сейчас я к ней проберусь. Второго. А, уже все изучено. С тобой неинтересно. Так. Угу. Это к этому бандиту, который меня тогда арестовал. Бяка. Бяка. О, здорово, мужик. Давай у тебя подучу навыки. Стретч. Это жизнь и выносливость. Это круто. Асцепт. Дорогое нынче удовольствие. Выносливость качать. Что поделать? Без ней вообще нельзя. Так, там тоже барыга. Здорово, несчастный. Ах ты, гангста. Так, еще вниз есть. Поверху я ни разу, кстати, не ходил. Она хоть сходила, интересно, посмотреть, кто там живет. Такая большая, огромная ваза. Я должен ее разломать. Здорово, мужик. Че, как оно? Кровать, говоришь, лишняя? Ладно, хорошо, я разберу. Кули так. Здесь че у нас? Опа. Стой, стой, стой. Тут же слиток можно бронзовый получить. Так, там есть кто-то? Есть кто-то островом? А может там какой-нибудь этот учитель такой находится по принципу Моя кунг-фу лучше твоего? Нет? Ну ладно. Это так нет. Я че, я не против. Все, ломаем. Здорово, несчастный. Че, нету, а? Что вы предвидите, это сранца? Ну ладно. Коль не шутишь. А ты кто? Никто. С тобой уже все еду. Ты продаешь фигню, да? Так. Че, он весь город, что ли? Такой маленький, неинтересный абсолютно. Ау. Че-то я ни за че не зацепился. Че, он тот, что ли, весь город? Ха. Действительно. Не густо. Здорово, мужик. Че за оружие хочешь продать? Слушай, у меня такая-то фигня вон выполнена. Давайте я ее дам. Вон, револьвер. Могу продать тебе. Че еще? Че еще хочешь взять? Ты это, не стесняйся, ты говори, я тебе могу продать. Че у тебя есть хорошее? Ты только оружие продаешь, тогда не надо. Здрасте. Ну ладно. Тогда ломаем тут все. Я вам маленько тут все разломаю. Я надеюсь, вы не в обиде. Че, это бомжово у вас, ребята, тут бомжово. Ладно, поехали вверх. Закрывай ворота. Поехали. Если я постоянно вверх буду, ага. Рано или поздно, конечно, доеду, но могу втемяшиться. Так-с. Ба-бах. Нифига себе. Уровень смещения какой произошел, я не думал. Что так быстро могу влететь. Ну ладно. Сколько еще сильнее надо влево сдать? По-моему, уже хватит. Все, все, все. Теперь давай только наверх. С кастрюльность на том, чтобы улететь вверх. Окей. Все будет хорошо. Не бойся. Че там? Кураблик. Маленький кораблик. Маленький кораблик. Он и бублывет. Сейчас мы его подобьем. Он вниз упадет. Как-то хрустит опять. Кто там любит так хрустить? Так, че у нас? Раз, два, три. Три, три, три. Дырка будет. Так-с. Летает. Урчит. Урчит. Любитель урчать. Хлебом не корми, да ему поурчать маленько. Ну, надо же. Какой ужас. Урчай. Урчай. Офигайся, меня смещает. Тут острова. Так, ведь можно и уехать во что-нибудь. Ага, точно, сместил. Ай! Стащила маленько. Честного человека. Так, тихо, 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 тихо. Так, скоро должен быть четвертый город. Кстати, ребят, в нем я, получается, толком не был, а так, небольшим проездом. И то по квестам. Сейчас мы маленечко с вами здесь погуляем, посмотрим подробнее, что тут есть. И какие здесь учителя остались. Здорово. Здрасте, здрасте. О, отлично, Виталити. По-моему, у меня лавэх не хватит до конца прокачаться, но... Ну, ешки-матрешки. Здорово, мужик. Мужик, может, я тебе что-то продам, смотри, у меня есть тут что-то местами есть, местами нет. Сколько ты примешь у меня лавэх? Так. Мандрагору продам, нафиг она мне. Рубер, вещь полезная. Так. Жалко, конечно, продавать жир-то. Ну ладно, китовый. Сколько продам? Продам хотя бы 33 штучки, 12 себе оставлю. Братишка, у меня маленькие деньги появились. Так, ну ладно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу смотри сюда так-так-так-так-так-так-так-так да вообще продать нечего да может быть такого вот rifle аму о во так а тут чё у нас есть такое что нафиг не надо хотя по моему тут уже все перепродался что только можно продать 12000 тик ладно пошмонаем еще их тут маленько пост потрясем посмотрим что у них тут есть барыга интересная здорово мужик чё как она рассказывай нифига себе у него пушки есть его обалдеть адамантовы пропеллеры у него наличие есть а у меня остальные офигеть живет мужик хорошо мне бы кстати эти пропеллеры не помешали что-то у меня видимо рецепта нету на это изготовление да пропеллер вот он поэтому я и не мог это сделать у меня обычные деревянные деревянные только из стали последний который идут это гриндер разрушитель можно копать добывать ресурсы при помощи корабля если установить все теперь понятно почему этой фигни у меня нет и я не могу сделать такой ситуации на такая музыка должна быть ма 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 7 давай ломаем ломать и строить здорово мужик что ты хочешь меня для ченовочки ты знаешь ты нет то вы объедете не надо за это я тебя монеичком уничтожим простимаушек уничтожил вот человек敬 pagar Right уж не обижайся чувак поращай он самоубился немного здрасте я знаю что коленку прострелил а чё бывает боль прощай короче чё как она такой нервный короче прогубленов говоришь я подумаю вентилятор не просто отсюда не сбросишь как туда убежал походу запрятался чё тут у нас есть может у них тут рецепты какие будут полезны расковыряем здесь маленько все проучил чё как она вот другое дело пропиллер идеалити я как мутко буду разговаривать хорошо но криминалить отлично мы получили получили заветный призаветный рецепт и это хорошо считаю что я сэкономил денежки хотя бы на это опаньки есть эффект уничтожаем тут все я люблю ломать крушить второго чел чё она ага чё там у вас еще чё то есть нифига вы крутые парни так чё тут ё-моё мужики вы даете это же опасно пожарная безопасность вообще что ли не для вас я смотрю случайный чё то еще ругаются матерятся типа мы по принципу чё приперся не вижу у нас тут все хорошо мы скоро сгореть так можем но нам это нравится ладно нравится так нравится здорово чё там у тебя прячется чё то прячет гад ммм здрасте это оружие да наличие под заказ хорошо разломаем это все изобразие все вы попали очкарики такс о добро погоди мужик это есть так тех типов я тоже да уже разбраконьерю неу ты бишь так осталось тогда нам чё сделать небольшую подставу небольшую подставу гриндер кстати стоит ноу пауэр воу да это опасно я смотрю ребята вообще без тормозов не боятся ничего обалдеть них там из титана все здорово мужик так не шутишь ну ты даешь так а тут кто кто тут у нас прячется так здорово чел мясо продаешь и китовый жир ясно а ты чё делаешь ничё а ты не нервничай я просто разломаю здесь всё прощай ладно научу маленькой пожарной безопасности чё почему бы и нет мне не жалко надо только в одну бочку то попасть всего на все сейф даешь сейф пошла жара ништяк может это их маленько получит что нельзя так делать бабах не мне кажется они ничего нового не научились они как были сумасшедшими так сумасшедшими остались разрушим маленькие стенки стрелим сюда разок-другой х ок сам большой ништяк сейчас что будет интересное держитесь держитесь я прям не могу я прям кайфую сейчас того что сейчас будет получив аж из граната мужика шуток бедный пока неудачники сумасшедшие что ли прям в огонь хозяин барин как говорится баба вау ладно перцы пойдем продавать джигур день я не помню к этим типам по моему не ходил гости вы кто такие так ты торгуешь одеждой здоров а ты ты шелупа не до коль не шутишь слушать они посетил а у меня уже есть все что ты чем можешь обучить да ладно старов какой нервный так там я по моему был судя по разломам так бежим сюда продаем всякую фигню которая мне не нужна начнем наверное сверху вниз идти так мяу грязь продать гробовик орешки гравий это можно продать мяу грязь так так ну хотя бы так ну чё у меня тут хватило на на одно 97 Слушай, а если ты возьмёшь у меня всё китовое добро? Сколько? Сколько? В смысле 756? А-а-а, блин, это мало. Хм, это очень мало. О, бронзовые слитки. Купи. Купи, дорогой цирконный выброслет. Смотри, какой хороший. Цирконный выброслет. Наверное, реклама такая была. Ладно, пофиг. Идём ва-банк. Продаём всё. Кожанку продадим. Вот он можно продать. Ну, блин. Ты больше не можешь трениться. Ну и ладно. У меня всё равно больше денег-то и нет. Продал всё, что мог. Последние штаны забрали. Изверги. Сеймс. И контрольный ещё сейф. На троечку. Так, чё поднимаемся повыше? Раз, два, три. И потом прямо. Окей? Сначала вверх просто. Давай, давай, давай. Центрируй. Центрируй тягу. Держись, что есть сил. Так. Это раз. Странно, что никого нет. Меня это пугает. А, вон, появились. Но поздно. Это два. Отлично. Ну, а дальше должно быть, следовательно, три. Три. Неплохо, неплохо. Так, теперь прямо. А теперь прямо. Поднимемся повыше, наверное. Так, более безопасно. Там, смотрю, какие-то есть. Это хитрое сплетение. Чё-то пытались от меня спрятать. Доски вижу какие-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всё, это конец. Поехали, правый. Держись. Шумилка. Ай, ай. Нитяаритный дождь. Что творишь? Что ты наделал, а? Ты что наделал? Ууу. Я тоже возмущён, не поверишь. Повреждения, вон, какие. Сюда даже умудрил залететь. Так, а ты чё потерял это? Давление и компрессию. О? Остановился. Нельзя взять так. Да и... Тить-колотить. Что происходит? Так, раскурочили маленько мне тут. Добро. Не, ну посмотрите на эту несчастную моби-ди-ка. Ты чё хочешь, чтобы я тебя убил? Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Смотрел меня. Хоп. Теперь мы друзья с ним. Друзьяшки. Ну блин, ты меня, конечно, по ништякам всем катаешь. Братишка, нельзя же так. Я так сдохнуть не могу. Давай развернись маленько. Дружище, это опасно. Давай ниже. Тихо-тихо-тихо-тихо, братишка. Братишка, не подведи меня. Я ж так умирить могу. Ну вот, он меня подвёл. Бяка. Это я хотел просто ребят показать, что значит дружить с китом. В принципе, хорошее дело. Особенно, когда, например, корабль потерял. Хоп. Пролетает кит рядом. Пролежь на него и даст. До ближайшего порта, чтобы подчиниться. Но у меня, в принципе, есть радио. Не обязательно прибегать к помощи китов, когда можно просто вызвать помощь и оказаться в ближайшем городе, который есть в зоне досягаемости радиосигнала. И это, в принципе, прекрасно. Кто-то кряхтел. Любитель покряхтеть. Во, у меня дверь вынесло. Нифига себе. Здесь ещё внутри некоторые пострадали. Это мощно меня накрыло. Не, ну, в принципе, адамантия я смотрю вообще тема. Вот вроде маленький слой, а держит своё это... Дело. Прям можно, в буквальном смысле, на него положиться. Китяр опять забурился где-то в этот... Текстуру. Марио. Сек, это не китяра. Это не китяра, в смысле, обычный китяра. Это тот, кто мне нужен. Это летающий данж. Нам нужно его найти и замочить. Ауч. Ауч. Фига, там что творится. Блин. Ау. Совсем всё очень плохо. Японский городовой. Придётся покинуть корабль. Всем покинуть корабль. Валим, ищем его. Корабля я туда не протиснусь. Оно его уничтожит стопудово. Бедный мой кораблик. Придётся гасить его так. Офигеть. Ведь нигде не его не спрячешь, корабль. Чтобы он был в безопасности. Делаем буросейф, ребят. Потому что битва может быть эпичной. И очень долгой. Я уж молчу о том, что мне нужно до него ещё долететь. Вот он. Большой и огромный. Большой и страшный. Мобиник. Ну, я его так называю. На самом деле он Левиафан называется. Это самый простой способ углубить. Из всех, которые тут есть. Главное только вот на огоньки не нарваться. Есть ещё один такой вариант. Пулемётом положить несчастного. Потихонечку на холку ему забрести. Ты чё думал, ты меня убежишь что ли? Сейчас размечтался несчастный. Уже больше штука ряда, полтора уже нанес урона. Ещё он сколько наношу. Такой вот большой, огромный кит будет всего один. Он просто по квесту идёт. Остальные маленькие. Сколько у него жизни-то, блин, уже больше трёх тысяч нанес урона. Да, на корабле было бы неудобно, он бы неё положил. Вау! По-моему, он сдох, судя по лагам. Да, весь из говна теперь состоит. Палок. Так, вон, между танки глаза пробраться туда. Самый быстрый вариант это вот так. Давай, давай, давай. Готово. Фух. Вот такие дела, ребят. Левиафана было ещё просто убить, а вот засранца Крякина будет сложнее. Ого! Не знаю, что это было, но это было близко. Оп. Полегче, полегче. Пожалуй, надо вызвать... Что? Солид граунд. Фух. Надо валить, короче, отсюда, а то эти... Огромные огненные шары не позволят мне так просто уйти. Блин, я сейчас боюсь посмотреть, что творится с моим кораблём. Его, наверное, вообще просто в холмищу. Ё-моё, весь передок просто порван. Идеть, колотеть. Братишка. Я хочу подчиниться. Покажи мне. Вы подчинили мою Колымагу. Так, вроде всё на месте. Спасибки, братишка. Что б я без тебя делал? Так, теперь надо обратно вернуться. Опа. Фуф. Такое вот путешествие, ребят, у нас получилось. Валим от седова. Так, сейчас нужно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Упс. Вызывай ГАИ, я допустил ДТП. Какой кошмар. Как теперь жить? Так. Етить. Колотить. Держись. Держись за болты и гайки. Мы должны долететь. Мы должны долететь и спасти свою душу. Пиау. Этю, господи. Мелочь пузатая шумела. Хм. Однако. Всё, это последние потоки воздуха. Нет, это шов. Давай, давай, давай. Покажи, чё там, чё ты готов? Ай. Чё, я... Я внимательно вас слушаю, несчастные неудачники. Ё, господи. Парней порвало буквально в смысле. Кто там ещё за руль всех? Ну, сдохнул, быстро. Сколько у вас там ещё будет жюточков? Всё, вроде все подохли. А, нет, ещё одного вижу говнюка. Вон он. Пытается нырнуть. Сейчас мы заберём эту колумагу себе. Наказание. За их дерзость. Что они тут мне чуть не повредили все мои оснастки. И все узлы и агрегаты. Так. Для начала починим. Вау! Это опасно. Не вовремя. Надо валить от этого корабля бешеного. От этого проклятого кораблища. Извини, не могу такую даль забрать. Как там вообще зашкирился, братан? Тебя же не было. Я то сам видел. Офигеть. Вот он наглый, а. Вот он борзый. Ох, хэ на тебе. Буковку такую. Это просто буковку. И ни больше, ни меньше. Вот какая, а, бяка. Нельзя же так. Уничтожил все мои фантазии о том, чтобы захватить данный корабль. Падаем вниз. По самой небауи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Теперь потихонечку, нежно и аккуратно, вбок. Вот так. Все. Попутного ветра нам винт. Да, вот, гребаный минутеритный дождь. Будь он не ладен. Еще ниже обустимся маленько. Тикс Можно ниже опуститься Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау Полегче Так Чинюкаем все, что повредили Слава богу, чуть-чуть Слеганца только зацепили И это прекрасно Это хорошо Почему бы и нет Вот Другое дело Хе Не летай тут, не ругайся Или у тебя несварение желудка Вау Полегче, братишка Здорово, бандиты Блин, вправо вообще тяжко Поток воздуха сносит Блин, вот это отстой я попал Так попал В потоке воздуха В промежуточном условии Так, здесь полегче Здесь просто можно влево Там, по-моему, да, это всё Там до конца влево, пока не увидим порт Фух, хорошо Коль не шутят Тогда поехали Потихонечку, по чуть-чуть Я бы юзнул камеру Ну, в смысле, радио Печалька У меня один раз такой уже был прикол Я тоже хотел сэкономить себе время на полёт И думаю, ну сейчас вызову по рации Тем самым, что сразу, хоп, накажусь в нужном месте Ага, сейчас Размечтался В итоге меня тп хнуло туда, откуда я прилетел И мне пришлось всё равно полностью полноценно лететь Поэтому лучше лишний раз не рисковать Это стопудово Тем более, тут осталось-то три сектора пролететь Фигня No problem Однако Ну, в целом, кстати, я убедился, что броня прекрасно себя показала Прям замечательная, я бы даже сказал Есть к ней, как бы, да Доверие Потенциал в её надёжности и защите Который, в принципе, невозможно опровергнуть Он действительно есть Он действительно прекрасен Вот Что касается формы корабля В принципе, всё тоже неплохо держится Он не сильно маленький Но и не сильно большой Что очень хорошо Так, дабы далеко не лететь Мы сразу так, чик, здесь, зависнем И на выход С вещами Ломать, круши Нарова несчастная У меня ещё есть одна фигня Он такой мне, типа, молчит Десять тысяч Я такой, окей Готово Тик, закрываем эту шляпу Фух Что ж, ребят, осталось В принципе, из главных квестов сюжетных У нас всего два пункта Первый Это найти Какого-то тоже маленького Видимо, боссика или что это И крякина грохнуть Крякина ставим на сладенькое Его, кстати, зовут Мамон Если чё Ну, я думаю, в рамках Получается Следующих серий Мы доберёмся до этого То есть серия будет на это Серия наделена на это Вот такие дела Вот Это уже финишная прямая Вот Поэтому на этом у меня всё Всем спасибо за просмотр Ставьте пальцы вверх Кому понравилось Не забывайте подписаться на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok